Всем привет! В этом видео мы познакомимся с библиотекой VK Maps, выведем карту в нашем приложении, а также создадим собственные маркеры для нашей карты. VK Maps — это картографические продукты и высоконагруженные сервисы на базе открытых данных OpenStreetMap. Наши сервисы применяются в почте, юле, ВКонтакте и других проектах, которыми каждый день пользуются миллионы людей. Для работы с VK Maps вам понадобится ключ доступа. Чтобы его получить, напишите в поддержку VK Maps по адресу электронной почты, который вы видите на слайде. А также можно воспользоваться демо-версией карт, адрес которой также указан на слайде. Ограничение для демо-версии — один RPC на все запросы. Для работы с VK Maps необходимо установить библиотеку mmr.jl. Для этого в корне вашего проекта запустите терминал и введите команду, приведенную на слайде. Рассмотрим процесс настройки карты. Для отображения карты вам нужно передать параметр AccessToken и вызвать конструктор создания карт. А также вам нужен элемент разметки, в который будет загружена ваша карта, например, div. В качестве параметров можно передать значения zoom, центр карты, стили карты и так далее. Со всеми параметрами вы можете самостоятельно ознакомиться в документации, которая будет материал к уроку. Для удобства обернем ранее написанный код для использования карты в отдельный хук — useVK Map. Ссылку на полный код хука вы найдете в материалах к данному уроку. На слайде приведен фрагмент кода данного хука, в котором мы используем useState для сохранения состояния загрузки, ошибок и экземпляра карты. Добавим обработчики для событий загрузки и ошибки загрузки карты. А также установим стиль карты в зависимости от цветовой схемы нашего приложения. Далее используем наш хук. Импортируем его в компонент с картой и вызовем. В параметрах передадим ссылку на контейнер, в который будем загружать карту. Если вы все сделали так же, то у вас будет выведена карта. Теперь займемся добавлением маркеров на нашу карту. Чтобы это сделать, нужно вызвать конструктор маркера с параметрами. С помощью параметров вы можете управлять внешним видом и логикой маркера. Например, задать ему цвет или разрешить возможность перемещения, управлять размерами и так далее. С документацией параметров маркеров можно ознакомиться по ссылке материалов к уроку. Создадим компонент маркера для нашей карты. Нам понадобится стилизованный элемент div и две иконки. Одна для самого маркера, другая иконка для избранных блюд в виде сердечка. Вызовем конструктор маркера, куда передадим ссылку на наш div элемент. Установим координаты и добавим маркер на карту. Чтобы отобразить маркеры на нашей карте, импортируем ранее реализованный компонент mapmarker в наш компонент карты. В результате у вас будет выведена карта с маркерами. Избранные точки будут выведены с иконкой сердечка. Подведем итоги. В этом видео мы познакомились с сервисом VK Maps, реализовали компонент карты и добавили собственные маркеры на карту. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующем уроке, где мы расскажем про анбординг в мини-приложениях.